Добрый вечер дорогие друзья с вами Александр Бунко и наш очередной бинар связанный с технологией и с возможностями которые предоставляет skyway ну я вижу в чате вот читал тут ваши отзывы очень приятно слышать ваши благодарности и особая благодарность тем кто принимал участие в этом мероприятии и конечно же очень жаль что многие не сумели попасть на наш форум надеюсь что в следующий раз когда у нас будет проходить вторая годовщина skyway то мы соответственно сделаем все чтобы как можно больше людей приехали к нам в москву для того чтобы порадоваться тем результатом который мы надеемся получить ближайшее время я имею ввиду уже октябрь 2016 года поэтому все кто сумел по разным причинам приехать москву не огорчайтесь будет видео сейчас операторы приступили к монтажу тех материалов которые не получили за эти три незабываемые дня я имею 22 23 и 25 октября и конечно же масса фотографий которые уже сейчас наши фотографы пересылают в общую базу данных skyway фото и видео материалов и я думаю в ближайшее время будет сделан хороший ролик который даст представление и ощущение о том что вы побывали на этом событии конечно же было очень приятно видеть радостные лица заинтересован людей и конечно же вся организация которой я приложил руку и естественно вся команда skyway кто участвовал непосредственно в организации я хочу поблагодарить отдельно команду добровольцев которые помогали проводить регистрацию помогали нашим участникам организовывали автограф сессию для анатолия дурадыча чтобы максимальное количество участников конференции могли получить автограф на книги и буклеты которые они смогли приобрести непосредственно в холле большого конференц-зала огромная благодарность петру кутумову и сергея феофанова которые развернули быстро к презентацию всех материалов и ручек папок буклетов и другой продукции с логотипом skyway пользовалась огромной популярностью и многие люди сумели увести с собой в те страны и регионы в те города где они проживают поэтому естественно наш будущий магазин skyway где вы можете приобрести и кружку с логотипом skyway и прекрасные ручки которые были была возможность обрести непосредственно в рамках конференции и много чего другого и нужно отметить что многие многие представители например нижнего новгорода екатеринбурга они даже обратились к нам с просьбой чтобы часть оформления нашей конференции можно было увести в свои города мы конечно же пошли им навстречу и теперь в этих городах будут и книги и буклеты и соответственно x-баннеры на которых можно будет увидеть новые форматы нашего проекта для меня как для устроителя этой конференции конечно это были очень напряженные и в то же время радостные дни потому что я видел многих людей которые принимают участие в наших вебинарах и конечно же тех людей которые двигают этот проект на местах то есть там где они проживают и это стоит очень дорогого потому что каждый человек он может оплодотворить этой информации огромное количество людей и если мы делаем это чистого сердца и желанием рассказать об этом проект то у нас все прекрасно получается и моя особая благодарность всем 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 людям которые так или иначе доносят эту информацию до людей которые их окружают потому что одна из самых наших больших задач это чтобы как можно больше людей узнал о проекте и самостоятельно осознанно принято решение поддержать этот проект поддержать анатолий дурадыч и конечно же здесь очень важно было вот я имею ввиду себя как у строителя очень важно было понять обратную реакцию тех людей которые приехали на форум и конечно то что анатолий дурадыч посвятил почти четыре с половиной часа на то чтобы донести информацию о проекте о том чтобы ответить на все вопросы которые и были в зале понятно что этих вопросов было достаточно много мы специально приготовили два микрофона для того чтобы каждый человек мог задать вопрос который его интересует именно по технологии skyway и анатолий дурадыч терпеливо спокойно отвечал на вопросы для того чтобы не было никаких сомнений что данный проект имеет все основания для реализации конечно же были и скептики они были в зале и было приятно слышать что после завершения нашей конференции люди говорили да я приехал со скептическим настроением или там пришел у нас было больше чем 220 гостей которые пришли непосредственно форум и они все большая часть с которыми я сумел переговорить они все сказали действительно проект очень местный хотелось бы погрузиться в эту тему больше многие из них приобрели и получили в папочках гостя буклет формата опять для того чтобы дома ознакомиться с этим проектом и разумеется принять единственно верное решение поэтому очень горячие были эти три дня мы постарались чтобы по максимуму все удалось тем более что мы сделали три прекрасных пресс-вола это большие такие многоформатные баннеры которые дали возможность увидеть почти в полный размер юнилит на фоне которого фотографировались и директорский состав компании ну и конечно же все наши партнеры гости акционеры инвесторы могли сфотографировать была уникальная пара из хабаровска рая и александр которые привезли новый тренд skyway для всех путешественников skyway и 1 ноября этого года я как раз на семейных встречах покажу фотографии с форума и конечно же расскажу об этой об этой паре сегодня они как раз посетили наш наш наше представительство в москве метро академическая улица профсоюзный дом 3 и мы наметили с ними план как сделать чтобы каждый из наших путешествующих skyway в цах как написали здесь в чате имел бы возможность дать давать информацию о проекте в любом путешествие который он предпримет и ближайшее путешествие у нас будет на экотехно транспорт 2016 который будет проводиться в праге и сейчас мы уже готовим в принципе уже сверстана программа этих этого этой поездки этой конференции вправо и конечно же я надеюсь что многие из вас примут в ней участие тем более что мы постарались и сверстать ее таким образом чтобы как можно большее количество участников было и второе что благодаря поддержке компании skyway инвест групп у многих будет возможность выполнив промоушен поехать за счет компании я думаю что это было бы прекрасным рождественским подарком для людей которые хотели бы посетить чехию поэтому у нас ждет еще много чего интересного и сейчас в рамках нашего вебинара мне необходимо просто хотел донести до вас эту информацию тем более что в чате было очень много вопросов один из вопросов сразу хочу ответить что до видео материалы будут фото материалы будут мы сделали специально специальный слайд-шоу с помощью которых вы я имею до участники нашей конференции смогут увидеть себя потому что было несколько фотографов было несколько операторов которые активно снимали я думаю что и команда поддержки состоящие из добровольцев и конечно же все видеооператоры видели заинтересованность тех людей которые приходили на наш на нашу встречу поэтому давайте сейчас вернемся к теме нашей сегодняшней встречи это конечно же транснет время технологий skyway и и буквально вот честно говоря у меня даже сейчас такие сомнения потому что я был на сцене вместе с анатолием и я видел глубину тех знаний которые демонстрировал рассказывая о той технологии о которой мы ведем речь я имею до технологии skyway и сейчас я буду еще раз просматривать эти материалы и материалы минской конференции и материалы конечно же московской конференции именно в плане ответов анатолий удовольствище на вопросы заинтересованных партнеров и конечно же там масса полезной информации которая как вы знаете я давал ее уже неоднократно это 100 вопросов 100 ответов но хочется каждый раз услышать что-то новое большую глубину больше расчетов и представьте что зал здесь как раз спрашивали сколько было человек непосредственно в зале по нашим данным было семьсот девяносто восемь человек то есть вот весь партер зала был занят и часть участников были и на балконе поэтому конечно же хотелось бы и больше и больше чтобы людей у принимало участие и обсуждаем на фуршет который прошел 25 числа в ресторане уже после завершения нашей конференции мы приняли решение и андрей хаврад я думаю ближайшее время его так сказать озвучит следующий раз принять и организовать наше мероприятие на малой арене лужников и планируется что у нас уже будет порядка 5000 человек на этом мероприятии надеюсь что каждый кто принимает сейчас участие в вебинаре после наших рассказов после наших видео материалов примет участие в этом мероприятии вот спасибо надо спасибо всем вашим всем друзьям которые пишут сейчас в чате спасибо натуре гуляева мы старались если нам есть куда расти в плане организации потому что мы сейчас ведем переговоры я в частности веду переговоры с эвент компаниями различными чтобы набраться еще больше опыта в проведении подобных мероприятий потому что мероприятие на 300 человек сильно отличается от мероприятия на 1000 человек а мероприятие на 5000 человек отличается от мероприятия на 1000 человек и поэтому чтобы каждый наш инвестор акционер партнер чувствовал наше тепло и наше желание дать как можно больше информации что же нужно хорошо и очень существенно подготовиться ну а сейчас напомню о нашей теме теме тема у нас сегодня технология skyway ну и конечно же в этой технологии мы отбираем самое лучшее на самом деле мы отбираем в какой плане самое лучшее в том что мы видим этот проект понимаем что он действительно важен и неоднократное обращение зала и зал насколько интересно для людей эта информация и понятно все ждут реализации но мы не можем ждать пассивно потому что нам необходимо инвестировать в проект чтобы его поддерживать чтобы можно было заказывать механизмы материалы для того чтобы и дальше продолжало строительство но нам сейчас важно понять что именно мы будем строить особенно для тех людей которые пришли сегодня первый раз давайте мы сейчас проведем как раз опрос чтобы узнать сколько людей у нас сегодня пришли первый раз для того чтобы можно было с ними тоже пообщаться в таком открытом режиме для того чтобы сейчас секундочку опрос очень простой который раз вы на вебинаре и пожалуйста те из вас кто сегодня первый раз поставьте пожалуйста точечку в кружочек и нажмите кнопочку ответить ну а дальше как всегда по традиции я прошу вас написать имя свое и город и единичку чтобы я мог время от времени обращаться к вам по имени потому что на данных вебинарах вы у нас находитесь приоритете потому что задача донести до вас информацию о проекте и вот ирина пишет я участвовал в форуме получила автографы отлично все ссылочки друзья мои находятся в общедоступных ресурсах если вы видите видите вверху смайлик рядом с ним папочка нажимаете на эту папочку и внизу у вас общедоступные ресурсы там все ролики которые есть в рамках нашей сегодняшней встречи и вы можете спокойно их посмотреть в удобное время разумеется вот эльвира спрашивает сколько на сегодняшний день в проекте людей уже приближается к 170 тысячам человек поэтому вот такой объем наших последователей я думаю что каждым днем количество этих людей прибывает и этому способствует и работа наших представителей на местах они как раз были многие получить ну все те кто приехал получили специальные дикломы представительств от ирины волковой и разумеется те кто по разным причинам не смог доехать смогут получить их в дальнейшем но я вот вижу лариса из санкт-петербурга первый раз александр из горячих ключей первый раз и другие да вот евгений первый раз из донецка отлично спасибо друзья да 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 вот степана наталья шевцова пишет еще раз попросите всех в чате чтобы писали не только имена но и город ну желательно и фамилию но настаивать на фамилии не будем но как минимум имя и страну или город хотелось бы увидеть вот у нас артур из ужгорода татьяна из голландии нужно отметить что у нас где-то 27 всех участников были из различных стран я имею ввиду из киргизии из эстонии из латвии из литвы из молдавии целая группа товарищей включая ивана и много фотографий было сделано вы скоро их увидите конечно друзья поэтому поэтому для нас очень важно было чтобы мы охватили как можно больше количество людей нашим нашей конференции поэтому сейчас я вижу у нас сегодня просто урожай на людей кто пришел первый раз целых 26 человек я надеюсь что с каждым нашим техническим вебинаром с каждым вебинаром по инвестициям или экономико-техническим вебинаром на людей будет все больше и больше бывать тем более что они получили уникальную возможность побывать на мероприятии где выступал сам генеральный ректор и президент компании transport global investment владеющий технологией skyway 28 уже даже человек отлично отлично друзья хорошо давайте сейчас зафиксируем результат и будем двигаться дальше потому что у нас еще материал впереди вот венера из татарстана город зеленодольск владимир находка из из находки отлично хорошо друзья я тогда убираю наш опросник чтобы он не мешал вам дальше участвовать в вебинаре и двигаемся по теме и так тема которую мы сейчас рассматриваем это почему было выбран именно такой технологическая такая технологическая реализация как skyway и чему она важна для будущего в нашей наших стран в одной простой причине что те виды транспорта которые уже существуют так или иначе не отвечают всем которые есть у людей именно в перемещении грузов и пассажиров поэтому рассматриваем мы железнодорожный водный автомобильный или воздушный транспорт у каждого из них есть какая-то положительная сторона но при этом есть масса отрицательных сторон поэтому наша задача понять а в чем собственно их отрицательные стороны и первая отрицательная сторона это конечно же относится к автомобильному транспорту хотя для нас он наиболее понятен и при этом нужно сказать что каждый год в мире погибнет порядка полутора миллионов человек и представьте что за сто лет погибнет порядка полутора три полутора миллиардов человек за сто лет вот только из-за автомобильного транспорта именно потому что он движется на первом уровне пересекается с другими видами транспорта имеется ввиду трамваи поезда и так далее так далее то наша задача и задача Анатолий Эдуардович когда он создавал эту технологию это дать возможность людям двигаться в безопасном транспорте и первое что он поставил во главу угла это конечно же безопасность и все его разработки направлены на то чтобы увеличить коэффициент безопасности для людей которые перемещаются в различных направлениях и для грузов которые перемещаются по планете поэтому здесь воздушный транспорт да он имеет хорошую скорость но при этом у него конечно же проблем с безопасностью меньше потому что это высокорисковый транспорт но при этом у него порядка ну если мерить человеческими жизнями 800 900 человек в год гибнет на авиационном транспорте понятно что это не соизмеримо с автомобильным транспортом автомобильный транспорт даже не соизмерим с теми горячими точками которые сейчас есть на планете и которые в средстве которых гибнут люди наша задача понять технологию и понять чем она существенно отличается от всех других вид транспорта и конечно же Анатолий Эдуардович в своих видеороликах в своих выступлениях в своих вебинарах всегда говорит и настаивает на следующем что основные четыре которые он для себя поставил в приоритете первое конечно это безопасность второе это комфортность третье это экологичность и четвертое это экономичность четыре основных параметра которые дадут возможность каждому из нас путешествовать долго эффективно и не недорого и это даст возможность как раз посмотреть мир тем людям которые испытывают жажду путешествий не только по своей стране но и по другим странам конечно же технология выражается в конкретных материальных предметов имеется в виду и эстакада путевая структура ну и конечно сам транспорт и сейчас мы рассмотрим несколько буквально таких моментов из которых состоит наш наша система Skyway сейчас хочу напомнить для тех людей особенно для новичков которые пришли сегодня первый раз обратиться к монографии который написал Анатолий Эдуардович еще в 2013 году называется она транспортная система Юницкого в вопросах и ответов то есть 100 вопросов 100 ответов эта монография есть непосредственно в интернете и как раз на форуме на конференции были мои добровольные помощники которые помогали мне вот из Санкт-Петербурга они выдавали в чат эту работу для того чтобы ссылочку можно получить вы можете обратиться к сайт низкий точка ком и конечно же там взять эту работу и массу другого важного для вас материала для того чтобы четко понимать как это работает особенно это касается людей инженерных профессий людей которые сталкивались с транспортной системой и конечно же которые понимают преимущество того или иного вида транспорта и смогут увидеть совершенно определенно вот ту эффективность о которой говорит Анатолий Эдуардович поэтому для нас сейчас важно просто понять что каждый человек который вот Дмитрий как раз сбросил сайт юнистского каждый человек который приходит на вебинары так или иначе интересуется этой темой и большинство то из нас просто пользователи мы будущие пользователи этих дорог поэтому мы хотели бы знать из каких элементов она состоит и первое конечно нужно сказать о трассе трасса представляет собой дорогу на опорах и здесь конечно вспоминается чуть ли не не анектическая ситуация когда Анатолий Эдуардович пришел к заму министра транспорта одному из и предложил свой проект это было до того как он начинал SkyWay еще и когда министр посмотрел предложение он говорит все хорошо отлично здорово только скажите а где здесь шпалы Анатолий Эдуардович пришлось объяснить что здесь шпалы ни к чему и после этого министр сбросил все со стола и сказал тогда нам этого не надо понимаете консерватизм людей часто мешает им понять ту изюминку и ту качественную составляющую нового которые предлагают наши инженеры и в частности Анатолий Эдуардович Янинский поэтому возвращаясь к трассе нужно отметить что это опоры высотой 15 метров при необходимости в горной местности можно вставить опоры до высоты 100 метров и так далее и состоят они из двух видов опор это анкерные опоры и поддерживающие опоры для того чтобы четко понимать как и чем они отличаются буквально через слайд я поставлю вам ролик вы сможете посмотреть как рассказывает об своей дороге Анатолий Эдуардович Янинский ну а сейчас нужно понять буквально следующее как устроен рельс с помощью которого будет построена дорога здесь вы видите основной сердцевиной у нас является пакет струн или говоря проще проволок диаметром 5,1 мм который находится внутри рельса стянута специальной стяжкой и моноличена бетоном уложена в корпус ну и конечно приварена головка рельса вот собственно наш рельс на срезе но казалось бы а что тут нового такого да какую-то проволоку применили из-за этого назвали струны какую роль играют эти эта проволока в пакете вот струнной дороги она играет роль того как называет ее Анатолий Эдуардович неразрезной рельс преднапряженный неразрезной рельс и конечно же для того чтобы четко понимать как это будет работать нужно понять и следующее что ну надо понять почему это работает именно так и сейчас я просто покажу маленький короткий ролик это у нас уже традиция всех вебинаров по технологии Анатолий Эдуардович расскажет почему именно так нужно строить на изгиб балка кладется на опоры и она должна держать нагрузку вот кладем нагрузку балка сломалась потому что при изгибе возникает большое напряжение больше допустимых и она ломается в конце а теперь мы эту же балку с этого же материала с такой же размером взяли и предварительно натянули причем не сильно натянули ничего не изменилось значит лишний материал отрезаем его пополам значит два раза дешевле стало а почему не ломается напряжение меньше стало я напряг, а напряжение в работе стали меньше значит пять материал лишний еще отрезаем до тех пор пока не достигнет где-то можно в десять раз при этом проще сувеничиться можно большую нагрузку еще большую нагрузку она выдержит не пытайтесь повторить дома все проводили профессионалы все, спасибо вот таким образом Анатолий Дуарович как раз рассказывает о преднапряженной конструкции которая по сути увеличивает профиль самого рельса и здесь немаловажно сказать что длина такой протяженной конструкции может быть до пяти тысяч метров и здесь на рисунке можно на чертеже сразу увидеть как выглядит анкерная опора и соответственно вот их несколько вариантов соответственно поддерживающие опоры возможность применения вантовых конструкций вы видите здесь при преодолении сложных рельефов и водных преград поэтому в чем основа анкерных опор которые сейчас строятся непосредственно на на территории экотехнопарка то что они происходит напряжение до пятисот шестисот тонн между двумя анкерными сейчас я вот немножко неровно стрелочка получилась и это очень важно понимать что анкерные опоры как раз осуществляет основную нагрузку а вот те что находятся между ними вот здесь они просто поддерживают эту дорогу как раз во время сессии вопросов и ответов вышла девочка лет двенадцати и как раз задал вопрос а что будет если упадут анкерные что случится ну и анатолий подробно рассказал как это может быть меня всегда поражают его простые примеры он говорит помните времена когда вы вешивали белье на бельевой веревке да и часто многие пользовались такой палкой которые подпирали непосредственно бельевую веревку чтобы белье не мотылялась по земле уже поэтому здесь приблизительно также ситуация даже если выбьет промежуточные опоры он говорит даже если все промежуточные опоры что крайне маловероятно выбьет то при этом не произойдет разрыва рельса а он просто опустится к земле вот так вот просто прогнется и опустится к земле поэтому наши пассажиры ни в коем случае не пострадает поэтому здесь понимая о том как работает непосредственно путевая структура мы с вами должны отметить несколько конструктивных элементов первые это анкерные опоры которые выдерживают натяжение между собой порядка 500-600 тонн дальше идут промежуточные они только поддерживают путевую структуру и в случае как я уже говорил сложного рельефа могут использоваться вантовые конструкции вы знаете большой пролет у моста тем более что у него масса намного больше чем наших юнилётов два километра по моему 340 метров вот такой пролет ванной конструкции то что уже построено то есть речь идет о том что это достаточно мощные и прочные конструкции которые в нашем случае будут уже выглядеть более ажурно и менее материал вот что имело смысл сказать о промежуточных и анкерных опорах в данном случае на слайде демонстрируется как раз два вида анкерных опор мало того что они выполняют функцию натяжения рельсоструны они еще могут выполнять функцию разворотной станции ну и конечно же просто станции где люди могут непосредственно зайти в юнибус или в юнилит поэтому различные виды архитектурного исполнения анкерных опор в виде станций предлагает сейчас именно конструкторское бюро Анатолию Дарвича для того чтобы показать различные варианты наших дорог и наших станций и здесь можно плавненько перейти и непосредственно транспортному модулю вот так называется этот объект непосредственно в чертежах мы же рассказывая непосредственно о транспорте юницкого говорим о трех видах транспорта на самом деле и сейчас к нам присоединился и четвертый так вот грузовой транспорт это юникар это тот транспортный модуль который двигается и перевозит грузы при этом городской вид транспорта это юнибус а уже межгородской высокоскоростной транспорт мы назвали в среде skywaves юнилетом то есть это высокоскоростной вид транспорта который достиг может достичь расчетной скорости до 500 км в час и здесь конечно же нужно понимать те активные особенности которые находятся в транспортном модуле здесь много различных тонкостей и один из вопросов который как раз тоже задавали непосредственно на нашем на нашей конференции задали вопрос а что будет если на рельс будет намерзл лед а что будет если на него сядут птицы а что будет ну и так далее там целый перечень того что там предлагается ложить на рельсы а что будет если рельс треснет а что и будет если с опорой что-то произойдет и здесь анатолий дарович просто объяснил как будет работать автоматизированная система управления в которую входит интеллектуальный глаз самого так сказать юнилета суть заключается в том что там будет тройная диагностическая система которая сможет проанализировать состояние самого юнилета и более того это самообучающая система потому что на выход выходя непосредственно на линию юнилета самостоятельно будет анализировать свою путевую структуру по которой он будет двигаться и в зависимости от результатов этой диагностики он будет дальше двигаться поэтому любые препятствия или любое повреждение пути или неправильное функционирование юнилета будет сразу же диагностироваться и соответственно докладываться в автоматизированную систему управления здесь конечно же Анатолий Дуарович просто рассказал о посещении конструкторского бюро рода Хука это австралийский менеджер который его называют мистер инфраструктура он в городе Аделаида создал хорошую и так сказать удобную для жителей транспортное обеспечение но даже сейчас уже 10 лет он понимает что произошел технологический тупик нужно переходить уже на второй уровень и конечно же те результаты которые показал Анатолий Дуарович в КБ когда они приезжали в Минск конечно же его обновили на то чтобы сотрудничать с компанией SkyWay и в конечном итоге дать возможность решить многие транспортные вопросы которые стоят перед Австралией ну и возвращаясь к нашему транспортному модулю конечно нужно понять что там есть и корпус и подвеска и колесо и тормозная система и самое важное это система управления движением ну здесь нельзя сказать вот это самое важное это менее важно каждая часть транспортного модуля важна чтобы он эффективно функционировал но нам как пассажирам конечно же важнее салон потому что нам придется передвигать именно в нем чтобы там было комфортно чтобы там было подключение Wi-Fi можно было работать в интернете чтобы можно было спокойно перекусить если такая необходимость возникла ну и разумеется чтобы все сантехнические устройства тоже присутствовали поэтому в зависимости от так сказать маршрута потому что задали вопрос а будет ли в юнилете туалет он говорит если Анатолий Эдуардович ответил на этот вопрос так если путешествие планируется не более полутора-двух часов то в этом юнилете туалет можно не ставить это по европейским нормам если же путешествие будет длиться дольше полутора-двух часов то тогда конечно же нам обязательно должен быть туалет здесь будет предположительно сделан так чтобы в нем было комфортно находиться и будут разные конструкции салонов потому что если мы двигаемся от непосредственно Лондона до Владивостока то порядка суток нужно будет видеться в юнилете естественно нужно создать максимально комфортные условия для пассажиров поэтому различные виды юнилётов которые разрабатываются сейчас в КБ в свое время будут реализованы уже в материале поэтому наша задача просто понимать каким образом устроен данный юнилёт какие конструкционные части он имеет первое это конечно корпус вы видите сейчас его на экране в данном случае это восьмиместный точнее девятиместный юнилёт и здесь нужно обратить на вот эту часть которая называется мотор-колесо вы уже поняли что у нас рельс идеально ровный потому что здесь прогиб составляет всего лишь 5,84 миллиметра на расстоянии 35 метров и здесь конечно же важно понимать почему было выбрано именно мотор-колесо которое даст возможность сэкономить на передаточных моментах потому что представьте есть двигатель есть редуктор и есть соответственно колесо на каждом этапе теряется энергия двигателя а в данном случае когда мы принимаем непосредственно мотор-колесо оно дает возможность нам эффективно использовать разгон и торможение и Анатолий Эдуардович достаточно подробно рассказал о том устроено это мотор-колесо разумеется своей так сказать в допустимых размерах конечно вот Ирина 2510 пишет но ДВС вновь будет использовать нефть как уйти от этого были заданы вопросы и такие но суть в том что двигатель внутреннего сгорания если двигается со скоростью до 500 км в час то даже те небольшие выбросы мы будем тратить топливо как минимум в 10 раз меньше чем обычный автобус или автомобиль по той простой причине что эффективность нашего вида транспорта будет на порядке больше чем обычный который мы приняли внимание то даже тот выхлоп который будет работать когда будет работать дизель-генератор или бензогенератор он будет минимален и будет распределен по всему пути юнилета и это будет меньшая степень загрязнения чем нежели то когда тепловая электростанция работающая на угле на нефти или на газе выбрасывает локально вокруг этой электростанции огромную массу отходов горения поэтому этот вопрос тоже был задан и он освещен именно в вопросах ответов поэтому обратитесь к этой монографии и вы получите исчерпывающий ответ вернемся к мотор-колесу было сказано и о безопасности в нашем случае наш юнилет обладает четырьмя колесами и каждая является мотор-колесом и здесь конечно же очень интересно Анатолий Эдуардович сказал об отказах он сказал что не было в авиации случая когда одновременно отказали все четыре двигателя и в нашем случае будет точно так же откажет одно колесо юнилет все равно дальше поедет откажет два пожалуйста он все равно поедет откажет три все равно будет двигаться дальше потому что одно мотор-колесо продолжает у него функционировать но это исключительный случай и поэтому даже если все четыре колеса откажут то ближайшие двигающиеся за этим юнилетом модуль или транспортные средства будет уже знать информацию соответственно снизит скорость и соответственно возьмет на прицеп впереди стоящий юнилет то есть эти логистические моменты все прорабатываются и закладываются уже автоматизированную систему управления в интеллектуальный мозг нашего юнилета для того чтобы отдиагностировать и понять что реально происходит на трассе чтобы не было сложности тем более например был задан вопрос а что будет если будут какие-то скрытые дефекты которые не видны глазом то тройная система диагностики как раз даст выявить все что происходит скажем так в организме юнилета ну почти так же как у нас у нас в человеческом организме есть соответствующая нервная система система взаимосвязи между органами которая дает сигналы разумеется если мы эти сигналы воспринимаем и не принимаем болеутоляющие для того чтобы как говорили у нас на курсах разбить лампочку которая сигнализирует о непорядке поэтому в нашем случае в юнилете у него четко зашитая программа что если возникает какая-то дисфункция у юнилета то система продиагностирует и просто не даст возможности выйти на трассу такому юнилету дальше нужно отметить следующее что юнилеты разумеется будут разные конструкции и работа такой пары как металлическое колесо и металлический рельс дает возможность дополнительной экономии помимо всего прочего у нас есть стальная противовосходная система здесь вы видите несколько конструктивных решений одно это то что противовосходная система расположена под днищем самого юнилета и упирается в реборт рельса и это дополнительная функция безопасности которая будет способствовать тому что даже при ураганном ветре 250 км юнилет невозможно будет оторвать от путевой структуры поэтому вот как раз маха спрашивает управление будет без пилота да в первых этапах будут еще пилоты но в дальнейшем они не предусмотрены потому что тот самый изданный человеческий фактор который иногда влияет на безопасность а поскольку скорости достаточно большие 500 км в час то соответственно человек просто не успеет среагировать в каких-то сложных ситуациях разумеется быстро действующие компьютеры и отслеживающие системы помогут решить этот вопрос и здесь возвращаясь к противовосходу вы видите что с трех сторон обжимает рельс значит три вида колес и это дает еще большую уверенность в безопасности наших путешествий разумеется все эти моменты прорабатываются и конечно же Анатолий Дарович делает все чтобы как он сказал я уже об этом говорил во главе угла стоит конечно же безопасность пассажиров на Skyway поэтому и сцепление устройства и рельсы и мотор-колесо и все механизмы которые будут находиться внутри лёта все будет диагностироваться проверяться перед выходом на линию поэтому наша задача просто сейчас увидеть сколько в чем основные отличия и эти отличия они достаточно существенные это первое высота 10-15 метров над землей соответственно нет никаких пересечений с другими видами транспорта дальше у нас работает пара металлический рельс металлическое колесо у нас прекрасная аэродинамка цx равняет 0,075 что выше так сказать вернее и конечно же наша путевая структура если брать в сравнении с железнодорожным транспортом автомобильным или на магнитном подвесе то у нас существенно ниже цена одного километра порядка двух трех миллионов в отличие от двадцати тридцати миллионов за дорогу автомобильную или железнодорожную не говоря уже о дорогах на магнитном подвесе которые получать пятьдесят шестьдесят миллионов долларов за километр и здесь вот табличка вы видите внизу это сравнительный уровень себестоимости строительства и конечно же в приоритете стоит транснет поэтому мы и ратуем за то чтобы эта дорога получила свою реализацию и дала возможность нам как пассажирам двигаться безопасно и комфортно что нужно сказать о нашем экотехнопарке прежде всего это это возможность нашим будущим заказчикам адресных проектов увидеть сразу три типа вида дорог имеется ввиду грузовой грузовую ветку пассажирскую городскую выполненную в двух видах и высокоскоростную дорогу которая даст возможность ощутить вот эту скорость в пятьсот километров и понять вот это преимущество перемещения между большими городами на скорости в пятьсот километров в час тем более что это существенно сократит перемещение людей от места работы до места проживания и конечно здесь пример который проводил Анатолий Дарвич очень хорошо характеризует это пешая доступность все определяется вот этим коэффициентом доступности и получается как это можно просчитать первое если человек идет пешком значит в среднем он преодолевает 2-3 километра в районе там 15-30 минут да если это вот как раз зона комфорта 15-30 минут 15-30 минут например от работы до дома и обратно если же человек садится на лошадь то соответственно у него зона комфорта так сказать доступности увеличивается сразу это начинается где-то 5-10 километров то есть вот это расстояние которое он может преодолеть за 15-30 минут если он пересаживается на автомобиль то соответственно у него зона доступности увеличивается там 25-50 километров и и так далее но когда у нас мы за один час там за полчаса можем преодолеть 250 километров то вот вы видите сразу вот это как расширяется зона доступности и поэтому идея кластеров о которой говорил она как раз дает возможность выстраивать линейные города например Санкт-Петербург Владивосток делать вот эти центры кристаллизации где каждый кластер может заниматься своим делом так вот прообраз такого кластера как раз и есть экотехнопарк туда приезжая наши адресные заказчики увидят все вместе и примут решение об использовании данной технологии там где они проживают или в тех сторонах которые планируют здесь конечно же хотелось бы показать вам 3D графику которую сделала конструкторская бюро давайте посмотрим чтобы иметь четкое представление об этом в следующем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот таким видят Экотехнопарк наши инженеры. И естественно, нам хочется приблизить этот момент максимально, корить его. Но здесь, как я уже говорил, все зависит от ритмичного финансирования. Поэтому каждый из нас является вестником этого проекта. И не надо стесняться. Рассказывайте людям. Они уже сами сделают правильный выбор. Знаете, у нас на самом деле задача очень простая. Нам не нужно никого убеждать. Нам нужно найти тех, кто готов. И я вас уверяю, что как минимум 5-15% нашего населения, я имею в виду всей планеты, уже готовы принять этой технологии. Потому что она им жизненно необходима. И вот здесь как раз Татьяна задала вопрос, который задавали Анатолию Дадовичу, когда были на открытии нулевого километра. Что, мол, модель, когда двигалась непосредственно по путевой структуре, немного раскачивалась. Анатолию Дадовичу объяснил это просто. Что если мы увеличим в 100 раз, ну то есть размеры, да, то есть в 10 раз увеличим размеры новой Венибуса, то его массовые характеристики увеличатся в 100 раз. И тогда не будет никакого раскачивания. Тем более, что натяжение будет намного больше. Я уже говорил, 500-600 тонн. И это очень важно. Вот Макс пишет. Конструкции требуют ухода. Они будут ржаветь, сыпаться. Ну, во-первых, ржаветь ничего не будут, потому что некогда будет ржаветь. По ним будут постоянно двигаться наши юнилеты. А второе, Макс, вы прослушали, что будет диагностика стоять на каждом, на каждой опоре, на каждом юнилете. Поэтому ни о каких ржаветь и сыпаться речи не может. Поэтому наша задача просто сейчас понять, как будет это работать. И в нашем случае очень важно, Макс, чтобы вы прочитали 100 вопросов, 100 ответов. Тогда многие вопросы снимутся. И Анатолий Довардович сейчас подбирает такие материалы, которые не будут ржаветь. А если вы видели, вот буквально несколько слайдов назад, что у нас наша противосходная система стоит из трех пар колес. На каждом рельсе, она обхватывает рельсы с трех сторон, то там, в принципе, не может никакого ржавления идти, потому что при движении постоянно происходит контакт колеса с рельсом. Поэтому, вот как раз Алексей подскажет, рельсы железнодорожки не ржавеют. Здесь то же самое. Татьяна пишет, тут все под инженеров косят. Да нет, просто это определенное любопытство и желание, так сказать, узнать, как будет на самом деле. Поэтому, погрузившись в тему, многие люди первично узнают информацию. У кого-то возникает определенный уровень недоверия. Кто-то говорит, что чего-то не будет. Просто под одной причиной причине, что может быть недостаточно знания или образования именно в этом узком сегменте. Поэтому я рекомендую прочитать эту монографию, и тогда многие вопросы отпадут сами собой. Ну, конечно, я почти каждый день люди звонят или приходят в офис и спрашивают, а можно ли устроиться у вас на работу? А можно ли устроиться на работу в КБ? А что будет происходить, когда начнется перспективное строительство этой дороги? И вот сегодня только мы как раз обсуждали вопрос с Валентином Мошкиным из Липецка, как раз по поводу того, что будет огромное нехак кадров, когда начнется массовое строительство SkyWay. И тогда нужно будет организовывать специальные профтехнические учебные заведения для того, чтобы подготовить людей, которые будут забивать сваи, которые будут устанавливать промежуточные опоры, которые будут монтировать анкерные опоры, натягивать струну рельс и так далее, и так далее. То есть, по сути, этот проект может дать порядка двух с половиной, даже трех с половиной миллионов рабочих мест. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что сейчас порядка 600 тысяч километров дорог, и на железнодорожном транспорте работает порядка полутора миллионов человек задействовано в этой сфере. Если же мы построим 5-10 миллионов километров дорог, то, конечно же, потребуется намного больше обслуживающего персонала, который будет находиться и на станциях, и технической службе обеспечения движения, автоматизированной системы управления, контроль за движением, контроль за путевой структурой. Все это новые рабочие места. Представьте, дополнительно 3,5 миллиона человек. При этом обслуживание наших кластерных башен-опор, которые выполняют, они выполнены в виде зданий, а это же дополнительные рабочие места, обслуживающий персонал, учебные заведения, медицинские учреждения, магазины, почты и так далее. То есть, все будет во много раз больше. Потому что на всей территории, а у нас огромная территория, почти две Америки, и здесь очень важна будет именно вот эта путевая доступность. Я думаю, что если вы просто возьмете калькулятор, немножко посчитаете, вы сами убедитесь в тех расчетах, которые сделал Анатолий Владимирович еще 15-20 лет назад, когда он получал гранты от ООН, именно связанные с расселением мегаполисов. У него как раз было два таких гранта. Дальше вот имеется, сейчас в следующем переходе, показать нашим новичкам, кто пришел первый раз, как будет выглядеть Юнибус. Юнибус может быть в двух вариантах. Вы видите здесь подвесной вариант, но может и навесной вариант. Поэтому различные модификации путевой структуры, в зависимости от того, будет ли использоваться высокоскоростная дорога параллельно или в той же конструкции путевой структуры, или же, например, это навесная структура, как вы видите здесь сейчас, когда Юнибус двигается по городу на опоре. Поэтому здесь различные варианты наших Юнибусов могут применить в различных городах и странах. И здесь нужно сказать о тех самых пяти очень важных моментах, которые я говорил буквально минут 20 назад, те самые отличительные черты. Давайте мы сейчас их повторим, именно с точки зрения того, чтобы люди, которые пришли первый раз, могли это хорошо запомнить. Итак, первое. Дорога поднята над землей на 5-10 метров. Второе. У нас идеально ровный рельс, благодаря конструкции, которую предложил Анатолий Удвардович. Третье. У нас мотор-колесо, которое двигается в паре. Металлическое колесо, металлический рельс и дает возможность экономить массу энергии нашего двигателя. Это третий у нас. Третье. Четвертое. Это у нас прекрасная аэродинамика. Я повторю, CX равняется 0,075, то есть это в 5 раз лучше, чем в Bugatti Veyron. Это четвертая характеристика. И пятая. Это отсутствие экранного эффекта. Под днищем нашего юнелета отсутствует полотно. Соответственно, нет паразитического эффекта от полотна. Помните, экранный эффект, он как раз при неправильном пилотировании болида Формулы 1, они аж взлетают над полотном. Так вот, здесь это отсутствует, поскольку мы движемся по двум рельсам и, соответственно, нет полотна. Помимо этого, у нас еще есть два очень важных преимущества. Первое. Та же самая путевая структура, которая решает вопрос, перемещения грузов и пассажиров, может быть задействован электрический кабель, который непосредственно может быть проложен в путевой структуре. Это у нас шестое общество. И седьмое. Это можно проложить непосредственно информационный кабель для того, чтобы давать возможность людям получать интернет в тех местах, где они будут жить. И здесь, конечно же, очень важно понимать, что в совокупности наша транспортная система помогает решать и обеспечение электричеством, и обеспечение информационным каналом. Это очень сильные составляющие. И здесь вот в чате я мельком увидел, что в принципе можно путешествовать и бесплатно, потому что если люди оплачивают интернет и электричество, то в этом случае в принципе можно было бы путешествовать и бесплатно. Поэтому и, например, за счет перемещения грузов, когда те компании, которые будут перевозить какие-то грузы, они будут просто платить соответствующие деньги за этот груз. Вот Александр спрашивает, зачем юнилету стоп-сигналы? Ну, это хорошая тема. Зачем стоп-сигналы? На самом деле, для того, чтобы была законченная такая конструкция. У нас есть впереди фары, а сзади есть стоп-сигналы. Конечно, когда мы двигаемся, Александр, со скоростью 500 км в час, большой функциональной потребности в этом нет. Но суть в том, что если, помните, я рассматривал ситуацию, когда будет торможение нашего юнибуса по тем или иным причинам, то в этом случае, конечно же, будет специальное оповещение автоматизированной системы управления, но и будут гореть и стоп-сигналы. Вспомните авиацию. В любой сети у них при движении включаются все сигналы, габарит-сигналы на крыльях, соответственно, на фюзеляже и на хвосте самого самолета. Поэтому здесь важно понимать, что любой конструктивный элемент, даже такой стоп-сигнал, необходимый для того, просто уровень безопасности, визуальный, как он называется. Дальше. Дальше нам нужно отметить следующее, что сетка дорог, которые предполагается построить в ближайшее время, как я уже говорил, это 5-10 миллионов километров дорог. Это и новые рабочие места, и увеличение ВВП страны как минимум в 5-10 раз. Это серьезная заявка, потому что здесь нужно будет обучить достаточно большое количество новых профессионалов. И как раз сегодня с Валентином мы обсуждали этот вопрос, потому что нужны будут высококлассные монтажники, и их нужно будет обучать, делать путевую структуру, для того, чтобы построить много километров дорог за короткое время, имеется ввиду 5-10-15 лет. Поэтому наша задача сейчас просто понять то, на что может повлиять наш Skyway, и каким образом преобразит жизнь людей, если дорога Skyway будет городообразующим фактором. Представляете, вот эти кластеры, давайте сейчас поясню, что такое кластер. Вот пешая доступность, вот она, я вам сейчас ее продемонстрирую, вот пешая доступность от этой башни опоры. Это означает комфортное расстояние от места проживания до путевой структуры. И это даст возможность многим людям переехать из городов, из мегаполисов непосредственно в свой коттедж, в свой дом, в свое родовое поместье. Жить на земле, выращивать соответствующие овощи и растения для питания, и в то же время жить с чистым воздухом, чистой водой и чистой едой. Поэтому вот эти кластеры, они, конечно же, будут востребованы, тем более, что любой человек, где бы он ни находился, если он хочет работать в городе, никаких проблем. Захотел поехать посмотреть последнюю постановку в театре, пожалуйста, можно съездить. Захотел съездить на субботу на южный берег Крыма, покупаться и вернуться непосредственно домой, никаких вопросов нет, пожалуйста, скорость позволяет. И это уникальный уровень свободы для человека, свободы выбора для мест проживания, ну и, конечно же, мест отдыха, если будет стоять такая задача. Дальше всем тем людям, которые пришли первый раз, естественно, интересно, на каком этапе мы уже сейчас находимся, что уже сделано. Так вот, как минимум пять этапов сейчас отмечено у вас на слайде, вы видите, нулевой, первый, второй, третий, четвертый, пятый, и мы двигаемся к завершающимся этапам, то есть их всего пятнадцать. Пятнадцать, это означает, что у нас построено эко-технопарк, и там функционируют три вида дорог. Имеется в виду дорога грузовая, пассажирская, городская и высокоскоростная. И будет еще четвертая дорога. Это смарт-велокар, который даст возможность наполнить туристические маршруты и дать возможность людям путешествовать в тех местах, которые имеют особую привлекательность в виде пейзажей, соответствующих рельефов и так далее. Вот был на нашей конференции человек из Киргизии, рассказывал о озере Иссыкуль и тех проблемах, которые испытывают жители Киргизии, перемещаясь от города до Иссыкуля. Им нужно потратить пять часов для того, чтобы преодолеть достаточно короткое расстояние. Я, к сожалению, не запомнил все цифры, надеюсь, потом я уточню у него именно этот маршрут, но сам факт, он говорит, что если бы был ЮниЛет, то они бы могли буквально за 25 минут доезжать до этого места и больше времени посвятить отдыху на таком прекрасном природном месте, как Иссыкуль. Поэтому эти этапы это очень важная характеристика для наших инвесторов, потому что они видят, с какой скоростью движется проект, что уже достигнуто, что уже есть порядка 150 конструкторов, что уже есть 15 кб, что уже есть 35 гектаров, непосредственно предназначен для экотехнопарка, что уже высаживаются деревья, что уже заложена анкерная опора, которая стала предвестником нулевого километра вот в Мариной Горке, уже закладываются промежуточные опоры и так далее, и так далее. То есть когда мы как акционеры видим движение по этим этапам, мы понимаем, что да, наш проект перестает быть венчурным и с каждым новым этапом вот эта венчурная составляющая уменьшается. То есть мы подходим именно к реализации и тогда люди, которые придут, я имею в виду заказчики, которые придут смотреть на Экотехнопарк, они увидят, что транспорт никак негативно не влияет на природу, потому что я лично высаживал деревья, которые инвесторы, приехавшие непосредственно на Экотехнопарк, высаживали в саду, я вот сажал яблони, кто-то сажал груши, и так далее. Чтобы понимать, что не будет влиять этот транспорт негативно на природу. Поэтому с каждым новым этапом, с каждой новой моделью, с каждым новой реализацией мы будем продвигаться к получению реальной дороги Skyway, по которой мы с вами и будем путешествовать. То есть от моделей к ЗИЛ-131 массой 12 тонн, который двигался по путевой структуре, до КБ, которое сейчас составляет уже более более 150 человек. Поэтому наша задача просто понимать, что каждый этап созидания он приводит к определенным результатам. И здесь вы видите как раз я специально сделал скрин с кадра из ролика. Вы видите здесь заказчик ЗАО струнной технологии и проектная же организация также является ЗАО струнной технологии. Поэтому все двигается своим чередом. Самое важное, на что обратил внимание это ритмичное финансирование, чтобы не было никаких задержек. Но это уже зависит нас с вами. Чем больше мы пошевелимся, тем больше будет инвестиций, тем спокойнее будет достигаться результат. Да. И конечно же в то место, где сейчас стоит Анатолий Довальевич, это место уже сейчас забетонировано и подготовлено к установке конструкции анкерной опоры. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы увидим и анкерную опору. Дальше, как всегда, я сейчас повторяю, для тех людей, которые пришли первый раз, у вас есть возможность бесплатно зарегироваться на сайте Skyway по реферальной ссылке тех людей, которые вас пригласили, и вы можете уже больше погрузиться в материалы Skyway, в ту информационную базу, которая накоплена за последние полтора года, и конечно же уже самостоятельно, осознанно, взвешенно принять решение проинвестировать в проект. Тем более, что сейчас у нас есть возможность сделать это в различные степи готовности, то есть, кто-то инвестирует 10 долларов, а кто-то инвестирует 10 тысяч долларов. При этом, получая обучающий инвестиционный пакет, который дает возможность погрузиться в область инвестирования, чтобы понять, как это лучше сделать, какой эффективностью, на что нужно обратить внимание, и соответственно уже выучить как минимум 8 правил частного инвестора, и в конечном итоге, это даст вам в дальнейшем, когда будут адресные проекты, как грецкие орехи поступать к нам, то соответственно мы будем иметь большой выбор, куда вкладывать, например, вложить в дорогу Киев-Одесса, или вложить в дорогу Москва-Казань, или вложить в дорогу месторождение Мутун-Тихий океан, или вложить в проект кольцевая дорога по всей Австралии. Для этого нужно четко уметь просчитать данный проект и соответственно решить вопрос с финансированием для себя лично, и понимать, что есть границы финансирования, и они, эти границы возникают только от нашего бюджета. То есть 5, 10, 15, 20 процентов это максимум, что может позволить себе человек инвестировать непосредственно в проект, потому что нужно не забывать, что надо и жить, и питаться, и приобретать одежду, обеспечивать обучение наших детей, ну и так далее, и так далее, все необходимые вещи. Здесь возникает несколько стратегий, вот как Лев Ловов здесь написал, что есть стратегия ежемесячного инвестирования, когда вы небольшими суммами вкладываете в инвестиции, есть стратегия собрать определенную сумму, проинвестировать, чтобы получить определенный эффект. Есть стратегия, когда вы выкупаете определенный элемент путевой структуры, или там мотор-колесо, или юнилет, то там другие немножко правила инвестирования, но сам факт, что у нас есть как минимум три варианта инвестирования, в зависимости от кошелька и от желания конкретного человека, поэтому в дальнейшем мы будем еще так сказать шире рассказывать какие есть возможности у людей проинвестировать в этот проект. Поэтому я демонстрирую этот слайд всегда, потому что в начале был задан вопрос Татьяны, сколько уже проинвестировано, так вот, вернее, сколько человек уже принимает участие в нашем проекте. Вот приближается уже цифра к 170 тысячам человек, которые знают о проекте, проинвестировали в него, какую-либо часть своих средств и активно двигаются к реализации. Здесь нужно напомнить, что у нас продолжается наш флешмоб и что он прозлен до 31 октября 2015 года. Что это означает? Что если вы приобретаете как минимум три пакета разного номинала, там OAP1, 2, 3 или 4, то 1 ноября у вас удваиваются ваши акции. Я думаю, что это хороший подарок тем людям, которые принимают участие. И в данном случае наша задача максимально поучаствовать в подобных мероприятиях. Помимо всего прочего, я готовлю для вас целое слайд-шоу из фотографий тех людей, которые так же, как Дмитрий в свое время обклеили свою машину фотообоями, на которых написан телефон, ну и конечно же наш ЮниЛед или ЮниБус. И тем самым они вносят свой посильный вклад в информирование тех людей, которые их окружают. и помимо этого, это называется ваш вклад Skyway наклейка на авто, да, вы можете получить еще 5000 дополнительных акций за то, что вы пришлете свои фотографии машины с наклейками на бортах. Еще есть конкурс на лучший видеоотзыв и здесь конечно целый спектр возможностей получить от 80 до 250 тысяч акций. Я думаю, что эта возможность есть у всех. Вот Алексей Могилев спрашивает акция наклейка будет продлена? Конечно, это очень важно и вот 1 ноября я буду показывать наклейки на различных автомобилях, которые сделали люди. Это крайне интересно. Я просто хочу их поблагодарить таким образом тех людей, которые это уже сделали и дать возможность тем людям, которые планируют это сделать тоже поучаствовать в этой акции. Тем более, что компания лояльно относится ко всем инициативам, которые люди проявляют, как, например, Рая и Александр из Хабаровска, они внесли новый вклад в наше дело информирования, они сшили специальные чехлы для чемоданов, на которых нанесены логотипы Skyway Invest Group, на которых изображен Unilet, Unibus, и более того, там стоит, может стоять ваш телефон или ваш Skype. И вот они специально, по моей просьбе, привезли эти чемоданы в холл нашей конференции, и многие участники конференции сумели даже сфотографироваться с этим трендом, новым трендом путешественника Skyway. Ну, а сейчас я постараюсь ответить на ваши вопросы. Так, вот Виктория пишет, подарочные уже учитываются во флешмобе. Да, та часть, которая соответствует данному АИПу без подарочной части, она будет удваиваться. Вот, это нужно понимать. Вот, Саня спрашивает, будет ли промокод? Обязательно, конечно. А если куплено всего два АИПа, на третий не представляется возможно выделить средства? Получается, что в так случае пролетаем по акции? Да нет, Алексей, просто нужно, я думаю, что 630 рублей вы найдете, поэтому просто купите АИП-1. Там же сказано 3 месяца подряд, но никто не говорил, что только 3 АИП-4 или только 3 АИП-3 и так далее. Поэтому у вас есть возможность 630 рублей у вас закроется октябрь месяц и вы также поучаствуйте в этом, в этой акции. так, да, вот как раз многие подсказывают эту же мысль. Последний месяц года, это где-то октябрь будет приличная сумма 102 на 170. до это финиш. Татьяна спрашивает, можно бы изменить паспортные данные, как я с Украины живу в Голландии? Конечно, никаких проблем. Вы должны понимать, зачем нужны паспортные данные. Исключительно для того, чтобы те акции, которые вы получили в подарок, были выданы именно вам, только для этой цели. Это называется верификация. Сейчас даже карточку нельзя получить, не верифицируясь. Поэтому, естественно, важно это понимать. Так, сейчас я посмотрю, тут вопрос был. Так, можно ли приобрести пакет за 120 на данный момент и получить? Роман, нужно обязательно приобретать пакета. То есть, если ты оплатишь 120 долларов, это один пакет. А если ты оплатишь 40, 40 и 40, то это будет три пакета. Поэтому имейте это в виду, когда будете оплачивать. Бинары по новому личному кабинету и ПО Евразии будут скоро. Совершенно верно, Наталья. В ближайшее время мы проведем достаточно подробный рассказ о личном кабинете в ПО Евразии. поскольку сейчас для нас актуальность с каждым днем повышается. Время действия промокода до 3 часов ночи. до перестания акции два дня подряд. Не успел прочитать сейчас. Два пакета по 120. Роман, если у тебя два пакета по 120, просто купи например пакет за 60 или пакет за 30. То есть какой-нибудь из аипов, которые отмечены красным цветом. Поэтому здесь важно иметь именно три пакета. Айдар пишет в техподдержке объяснили, что те, кто подключился сейчас, могут купить три пакета до 31 октября. Получить подарок по флешмобу так же, как все, кто покупал ранее в августе и в сентябре. Совершенно верно. Нужны баннеры в личном кабинете как инструмент. Александр, я донесу эту информацию до руководства. Я думаю, что можно будет пойти навстречу в этом варианте. Лев Ловов пишет. Уважаемый Александр, как вам выкладки по финансированию? Лев, я вас очень прошу, я вам еще раз скайп, пришлите мне пожалуйста, я еще раз посмотрю. Просто в связи с подготовкой может быть я упустил этот момент. Вот мой скайп, вы просто туда скиньте еще раз, чтобы я посмотрел. Значит, Александр, все акции удваиваются или только те, которые вкуплены в пакетах, Николай спрашивает, когда вы расскажете о потребительском обществе? Я думаю, что весь ноябрь будет посвящен именно этому, друзья мои, на всех наших вебинарах. Может быть, мы даже сократим технические вебинары по понедельникам, сделаем два раза в месяц, а два дополнительно пустим по потребительскому обществу. Ирина спрашивает, как сделать наклейки на машину? Очень просто. Нужно зайти в личный кабинет, там есть специальный раздел, где вы можете посмотреть, какую наклейку выбрать. И после этого дизайнер вам сделает наклейку под вашу машину, конкретно, с вашим же телефоном. А еще можно купить буклеты Skyway в личном кабинете. Значит, буклеты, я как раз об этом скажу чуть позже, можно купить, и мы сейчас занимаемся активно рассылкой буклетов непосредственно в те адреса, где вы проживаете. Вы просто звоните нам на телефон, который я укажу в конце нашей встречи, и вы сможете заказать нужное вам количество. Тем более, я сейчас цену скажу. Так, дальше. Когда будут выданы тысячи подарочные акции? Все будет реализовано 1 ноября, друзья, ну, в смысле, после 1 октября. После 1 ноября, вот так будем говорить. Там будет зачет по всем вариантам. С какого числа? Сейчас, с 12, по-моему, если не ошибаюсь. Сейчас, секундочку. Вот, с 1 октября, там, вот видите, тут флешмоб продолжается, но на самом деле его включили раньше, уже понимаете, август, серябрь, октябрь, вот уже как минимум три месяца, вон, длится. Юниты, это что такое, как начисляются? Ну, юниты, это аналог долларов, вот и все. Просто вместо слова доллар стоит юниты. Никаких других вариантов. Когда будут результаты лотереи? Ребята, мы дополнительно вам об этом сообщим, о результатах. Я вам объясню просто почему. У нас должна была быть сегодня директорская планерка, но она отменилась в связи с тем, что директора разъезжались из Москвы, поэтому планерки не было, и не была назначена дата по результатам лотереи. Как только, мы сразу вам сообщим. Так, вот Сергей, все время, сколько акций компаний уже продано на данный момент? Всего 400 миллиардов акций выпущено. Сейчас не помню, последняя цифра, которую я знаю, порядка двух с половиной миллиардов акций было уже реализовано. Но сейчас, конечно, уже больше, потому что у меня цифра на, сейчас скажу, на август этого года. если куплено шесть ОИПов, считается, конечно, и вот шесть ОИПов, это уже больше, чем три. Если, Анна, пишешь, не шесть ОИПов, а ОИП-6, то это один считается. Скажите, пожалуйста, акции, приуроченные к нулевому километру, будут проходить или уже все? Я заходил на сайт РСВ, она уже выключена, насколько я увидел. Может быть, по нашим требованиям, я имею в виду акционеров, ее вполне возможно продлят. Я думаю, что это было, имело бы смысл, потому что не своевременно сориентировались или не у всех была необходимая сумма. Во всяком случае, есть смысл поговорить об этом и написать в поддержку, чтобы продлили данную акцию. Скоро ли переведут на английский иностранцы иностранцы сожжалуются? Это вопрос к Алексею Суходоеву, пожалуйста, он будет в среду, обратитесь, он в курсе этого вопроса. Если нет покупки в октябре, но ранее уже было 4 пакета, ну, значит, вы уже выполнили флешмоб, просто и все. Закон об отведении земли на Дальнем Востоке принят? Нет, еще не принят. Планировалось 25 числа, но что-то отложили. Поэтому мы держим руки на пользу и как только будет принят, мы сразу вам сообщим. На форуме об одном гектаре земли не говорили, единственное, там выступал Сергей Сибиряков и затрагивал эту тему, но именно с точки зрения того, что как только Дума примет этот закон, то тогда мы о нем дополнительно сообщим. Александр Минк спрашивает, оплата буклетов наложенным платежом можно? Коллеги, мы бы с радостью, но вы понимаете, что это затягивание получения финансовых средств на месяц. То есть мы сначала отсылаем, это где-то 5-10 рабочих дней и потом почта пересылает еще 2 недели. Поэтому желательно, например, вы заказали 10 буклетов, то 10 буклетов от 10 и выше они будут стоить по 70 рублей. Это сколько? 700 рублей всего лишь. Но это не те деньги, о которых нужно говорить. Потому что сама пересылка будет стоить где-то порядка 300 рублей. то есть всего 1000 рублей и у вас 10 прекраснейших буклетов формата А4. Запись будет, а то интернет сегодня не очень. Да, запись обязательно будет. Так, мне надо уйти. Было очень интересно. Спасибо, Татьяна. Счастливо двигайтесь дальше. Если я не покупал в августе, я могу купить АИП сейчас? Конечно, конечно можете. Вот я спрашиваю, новые крупные инвесторы после Москвы и Минска появились? Конечно, появились. И очень существенные крупные инвесторы. И нужно отметить, что наши партнеры, они работают в разных направлениях, в разных, что называется, ценовых нишах. И многие люди, которым нужно было там месяц, три, полгода на то, чтобы освоить информацию и принять ее, они сейчас как раз входят с очень серьезными суммами. Ну и сейчас напомню, что можно приобрести буклет, нужно достаточно позвонить к нам в офис, заказать, и мы вам вышлем то необходимое количество, которое вам нужно. Один буклет 100 рублей. Если вы заказываете от 1 до 5, это будет по 85 рублей, а если так сказать 10 и более, то это будет стоить 70 рублей. Поэтому заказывайте, друзья мои, мы оперативно высылаем и не только буклеты, но и другие раздаточные материалы, чтобы вы могли эффективно работать. Книга Юницкого, пожалуйста, я говорил уже, была организована автограф-сессия, и Анатолий Эдуардович подписал всем людям, которые хотели получить автограф. Ну, всем, просто не уходил до тех пор, пока все желающие не получили автограф. Формат. Какой формат буклетов? Значит, формат А4. Это такой разворачивающийся буклет формата А4. Очень качественно выполнен, просто прекрасное именно полиграфическое выполнение. Я могу сказать, как профессионал, потому что я в течение 10 лет занимался полиграфией. Я знаю, что такое качественные материалы. Поэтому заказав их, вы не пожалеете, 100%. Если я не так ответил, где посмотреть офлайн мероприятия? Значит, это будет у нас, я буду объявлять это непосредственно на наших семейных встречах, что касается офлайн мероприятий в Москве. Вот сейчас мы вместе с Еленой Ведович, она является многоматерью, она как раз вышла на клубы многодетных семей, и мы в ноябре сможем как раз презентовать наш проект клубу многодетных семей. Поэтому инициатива всегда приветствуется. Ольга спрашивает, на авто любую наклейку можно накликать. как правило, на борта или на заднее стекло, ну, кроме лобового, конечно. Да что ж такое, нос зачесался. Так, так, всем привет, так, можно ли спросить? Виктор спрашивает, можно спросить, сам инвестировал, покупал акции Skyway? Я думаю, Виктор, надо задать ему вопрос самому. Так, сейчас вот тут какое-то предложение по корректировке акции Владимира Саратов. С какой из ныне существующих мировых компаний, производящих средства передвижения, можно сделать коррекцию роста акций Skyway по 5-10 лет? Я думаю, что ни одной такой транспортной компании нет, потому что рост акций Skyway может быть просто фантастический. он даже может не сравнить с ростом акций Apple или Microsoft. Это действительно, потому что, скажем так, экономическая составляющая строительства небольшая, то есть 2-3 миллиона долларов за километр, плюс скорость строительства дает феноменальный результат в плане перевозки пассажиров и грузов. и это как раз будет очень сильно влиять. Чем больше километров дорог будет построено, тем выше будет цена акции одной. Но прогнозируется, что через 5 лет цена акции может достичь и 50 и 100 долларов за акцию. Именно потому, что это очень важная составляющая экономики. Извините, я так не поняла. Купила 6 пакетов на все 6 пакетов или на 3. На все 6. Вы же выполнили промоушен. Соответственно, пересчитают 50%. Олег спрашивает. Я же ответил на вопрос по поводу крупных инвесторов. Во-первых, крупные инвесторы не любят себя афишировать. Это первое. Второе. Те, которые были, они действительно есть и после московского и минского. интересуют количество этих крупных инвесторов, то у меня просто нет данных. Я знаю, что они есть. Об этом и Сибиряков говорил, и Андрей Хавратов говорил, и Анатолий Эдуардович. Поэтому по количеству не могу сказать. Но вопрос, почему не входит проект крупные инвесторы. Олег, обозначьте тогда, от какой цифры вы считаете крупного инвестора. Просто напишите цифру, я тогда отвечу вам, почему они не про шесть пакетов Наталья я уже ответил. Дальше. Что тут еще? Если сделал покупки акций нулевой цикл, можно перестать течение дня? Роман, не понял вопроса, напишите еще как-нибудь. Как дела обстоят с арабами? Они были в Минске или в Москве? Но если они были в своей если они может и были, но их не было в национальной одежде. Может быть они были в костюме. Я честно говоря не отследил были ли там арабы. Но я говорю, что было 799 человек, поэтому я думаю было порядка 27% из различных стран мира. Резервацию Роман пишет. Вот я сделал результат приобрести в течение 10 дней. не понимаю Роман я не знаю что такое резервация на 10 дней. Что имеется в виду? Насколько я знаю в Skyway Invest Group никаких резерваций нет. Сергей пишет крупный инвестор от 500 тысяч долларов. Да значит по поводу инвесторов у них есть такая психология они не хотят быть первыми не хотят быть последними. Я думаю что их время придет в ближайшие 3-5 месяцев потому что к этому есть все предпосылки. Поэтому я думаю что если речь идет о крупных инвесторах от 500 тысяч долларов то уже посылки к их появлению уже есть. Ирина пишет. Интересует не одежда арабов а их интерес к проекту их вложения. Ирина я вас очень хорошо понимаю но в данном случае я не сумел отследить были ли арабы в зале. Поэтому не могу ничего сказать были они или нет. Все время занимался подготовкой спикеров выходом на сцену подготовкой оборудования и многими другими вопросами. Поэтому извините просто не было возможности посмотреть были ли арабы там на месте. Да было порядка 789 человек. Вот Юлия пишет отправились с детьми рисунки из Минска на форуме на доске их не увидел очень жалко. Юлия наша выставка была 23 числа. Я вам гарантирую фотографии есть и я покажу их 1 ноября. Но суть заключается в следующем что у нас был зал на 1000 человек пришло 789 человек и владельцы зала арендодателя они сказали давайте уберем вашу конструкцию потому что вот этот стенд нужно было обеспечить кофе брейком почти 800 человек и соответственно нам пришлось просто демонтировать эту конструкцию чтобы не мешать людям попить чаю кофе и пирожки с пирожными съесть поэтому я обязательно все рисунки покажу в одном из наших в одном из наших встреч чтобы люди могли посмотреть но я вас уверяю фотографии есть и мы покажем эти фотографии чтобы наши дети мы сейчас готовим подарки для тех детей которые нарисовали рисунки ну думаем у меня есть уже идеи как их можно поблагодарить за это и разумеется мы вот например пошепим наши раздаточные материалы буклеты в семенихинскую школу под так сказать в Сибири и это надеюсь еще больше воодушевит детей и они в конечном итоге тоже станут акционерами нашей компании вот Ирина пишет я видела рисунки отлично вот и так тоже видели можно ли получить лично фотографии астре фотографу email да я думаю что Роман он активно записывал адреса людей и мы постараемся ему помочь чтобы все фотографии можно получить помимо этого мы будем делать слайд шоу вы обязательно увидите себя этих фотографий очень много вот мне сейчас уже фотограф и сбрасывают информацию и я думаю что обязательно мы вам покажем промокод давайте а то людям нужно оформить пакеты сейчас секундочку вот промокод вот так это что за безобразие сейчас секунду не тот сейчас секунду это какая-то ошибка произошла не сохранилась сейчас это тот промокод секунду что-то у меня тут нарушилось сейчас так сделаем паузу скушаем твикс давайте я сейчас пройду и еще раз вам напишу пока смотрим адрес нашего представительства я сейчас напишу промокод вот друзья я в чат скинул промокод 2610 2015 ES DEFIS DH есть ли представительство в Омске да там есть представители можно с ними связаться вся информация есть на сайте Skyway Invest Group поэтому обращайтесь к ним но если нужны буклеты и все что я говорил пожалуйста звоните нам по этим телефонам адрес вы уже знаете 117 036 Москва улица профсоюзная дом 3 офис 729 вот Наталья вопрос Алексей а завтра будет какой-нибудь вебинар посмотрите непосредственно расписание а вот оп не то так сейчас секунду сейчас я повторю его еще раз так значит 26 10 2015 DEFIS ES DEFIS DH то есть вот такой промокод у нас так вот еще раз послал промокод отлично хорошо друзья напомню что семейные встречи у нас будут 1 ноября это воскресенье и я там покажу фотографии с нашего с нашей конференции с нашего форума и поделимся планами на будущее что нам предстоит в ближайшее время ну и я постараюсь распланировать наши вебинары посвященные потребительскому обществу и конечно же я помню ваш вопрос о личном кабинете потребительского общества Евразии поэтому вот эти три основных вопроса мы с вами рассмотрим в ближайших вебинарах но все расписание у нас находится на сайте обращайтесь сюда смотрите и так сказать участвуйте в наших вебинарах вопрос стоит в том например куда куда его вставлять пишет Галина Галина если вы приобретаете какой-либо пакет сейчас то вы там есть окошечко куда можно вставить промокод его важно применить и этот промокод даст вам возможность получить дополнительно 1% акций поэтому имеет смысл то есть вы например выбрали пакет OIP4 нажимаете на кнопочку оформить у вас появляется новая страничка и там написано промокод вы вставляете туда промокод нажимаете кнопочку применить и у вас появляется дополнительное количество акций ну а дальше соответственно нужно оплатить Галина пишет а если уже есть пакет ну приобретите следующий пакет ничего страшного да спасибо Алексей да так да спасибо большое друзья за ваши отзывы в чате ну а по традиции для тех людей кто у нас сегодня первый раз мы покажем ролик который мы показываем на технических вебинарах называется он концепция чтобы люди имели полное представление момента закладки до движения наших юнилитов давайте посмотрим сейчас и завершим нашу сегодняшнюю встречу что называется так соскучился что даже перебрал все время которое сегодня возможно так так и Продолжение следует...